как часто бывает что мы не знаем чем заинтересовать наших детей при обучении особенно обучение программирования ведь если вы спросите меня я вам могу рассказать одну простую историю дело было так в 90-е года когда я учился в среднеобразовательной школе номер 59 мы изучали паскаль и далее когда я поступил в лицей мы и там изучали паскаль и вы знаете я очень любил эту историю по одной простой причине я не знал где мы его будем применять то есть рисовать какую-то линию изменять цвет фона для чего нам не объясняли просто вот такое занятие куда вы ходите что-то делать ребята которые были с математическим складом ума у них это получалось намного лучше меня вот и как-то им это все было интереснее меня с моим гуманитарным складом вообще эта история не цепляла так вот сейчас когда мы с вами находимся в веке информационных технологий да и все эти технологии доступны у нас уже с одной стороны есть понимание чем заинтересовать детей а с другой стороны мы ограничены в бюджете и на нашем канале часто выходят ролики которые рассказывают про дорогие образовательные решения а что же делать тем у кого финансы не позволяют да поют романцы как говорят и сегодня выпуске я расскажу об одном решении которое удовлетворит всех сегодня говорим про школу и про интересную игру и прежде чем мы перейдем к интересной части нашего выпуска у многих закрался вопрос что же с тобой произошло что с твоей рукой ну на самом деле это такая художественная подводка к тому чем мы будем сегодня заниматься ведь если бы я остался с одной рукой я бы задумался и захотел иметь какое-то приспособление а в промышленности это приспособление называется манипулятор поэтому по волшебному хлопку мы с вами переносимся мир промышленного конструирования тадам на столе у меня достаточно бюджетное решение вот насколько она может бюджетная цену я скажу в конце выпуска чтобы наконец-то их начали досматривать до конца по изучению робототехники кибернетики мехатроники и прочих интересных слов я специально ничего не открывал только снял пленочку все на русском языке смотрите стоимость коробки вот когда ты и в руках держишь она не передает содержимого во всяком случае я на это надеюсь как упаковочка дешевенькая но я надеюсь что все основные средства вложены в содержимое поэтому сегодня вместе с вами обязательно откроем распакуем и каждый из вас пока подписывается и ставит лайк поймет можно ли использовать в образовательной деятельности или эта история подходит только лишь для дома давайте начнем с распаковки приступаем внутри коробки нас ожидает перечень элементов вот так он выглядит ручкой все заполнено ну чтобы вы понимали я уже начинаю страдать ведь это мне предстоит собирать что-то очень много далее схема далее еще одна схема о боже потом но я так понимаю это рабочее поле на котором мы будем собственно работать с манипулятором поставим его и дальше по углам уже будем переносить грузы по языкам программирования уже в моменте программирования собственно все и разберем с вами далее инструкция я уже зашел на сайт производителя заранее чтобы подготовить ноутбук все инструкции продублированы в электронном виде поэтому не приобретая набора залетайте прямо сейчас на сайт чтобы не тратить деньги впустую и изучайте инструкции которые приложены если вы в них разберете значит в принципе нужен половину работы сможете сделать и оценить как это все работает еще одна инструкция по эксплуатации далее у нас есть такая вот бумажка где написано внимание с помощью наших покупателей которые собрали робот манипулятор ранее были выявлены опечатки в инструкции по сборке смотрите то есть понятно что ребята делают это все где-то на объеме распечатать и чтобы не вносить изменения в инструкции они внесли изменения ну вот в виде такой бумажки очень приятно мало кто этого делает вот я например своих наборов такого не делаю сейчас намотаю на ус спасибо большое далее у нас с вами есть вот такие кубики досмотрите которые мы будем собственно переносить с места на место объекты манипуляции так сказать или коробочка 1 коробочка 2 тяжелая блок питания наверно тут коробочка 3 легкая очень из акрила вырезаны элементы вот здесь смотрите у меня я не знаю надеюсь а ну это внутренняя часть все это не важно то есть все вырезанное закрыла методом лазерной резки я думаю что и цвет манипулятора может быть рандомный я во всяком случае его не выбирал все далее поролон-поролон коробочка у нас остается на хранение убираем и давайте далее еще раз откроем все уже коробочки посмотрим что находится внутри здесь у нас двигатели сервоприводы 3 контакта на каждом здесь у нас есть такая часть не знаю что это такое ну так тоже двигатель окей далее отвертка смотрите есть комплекте да то есть у нас провод питания usb дальше удлинитель usb и куча элементов плюс гаечный ключ то есть смотреть ничего докупать не надо еще одна отверточка у ребята мы тут с вами залипнем и еще у нас здесь уже находится собственно модуль управления электроника этой складка bluetooth наверное преобразователь интерфейса 12 нет не тот здесь у нас модуль светодиодный и модульный разъем но это подключение уже непосредственно питание окей хорошо что сказать сказать что я как бы уже начинаю жалеть о том что я собираюсь это все делать на камеру ничего не сказать да то есть проще было бы вчера это собрать вам сегодня показать но не было бы вот этого эффекта когда вы все сами увидели и почувствовали здесь спад что-то периодически сыпется но целом все хорошо но работа предстоит большая поэтому если вы планируете эту историю для учебного заведения очень важно этот этап на делать вместе с детьми то есть смотрите вы занятие 2 а то и 3 будете только собирать всю эту историю не забывайте если вы не работали раньше с акрилом это материал который достаточно нежный он крепкий на царапины но очень легко ломается то есть он очень такой плотный можно так сказать поэтому работаем очень аккуратно с детками которые подготовлены опять же ну сломаете что-то сломаете нарисуйте тут ничего сложного нет и я вот смотрю на эти элементы элементарно повторить поэтому будет вам бонус такой когда вы еще проектную деятельность сюда привлечете по части работы со станками есть лазерные станки у вас вообще в учреждении есть поэтому я бы собрал вместе с детьми а дальше уже учился программировать можно разделить эту историю до одной предмете технологии вы собираете да а потом приходит уже информатик который будет обучать детей программировал и так приступаем к сборке ну что друзья немножко вникнув суть происходящего я так понимаю что видео наше немного затянется потому что рассказываю как работает инструкция смотрите мы берем инструкцию здесь у нас написано вот такая история на верхнюю камеру буду показывать 007023 типа надо найти вот эту шайбу элементы а так это вообще гайка мы смотрим что такое 007 23 ищем ну 07 23 мы не найдем 07001 мы берем вторую инструкцию и здесь у нас есть описание каждой плат цифра 10 это и мы ищем такие же тут нет на плате b 007 001 шайба диаметр 12 3 штуки в комплекте вот номер 10 мы берем плату номер b вот она нет не она белая где-то здесь вот такая вот она платка вот смотрим что здесь 007 001 это 10 ищем цифру 10 ищем и расположение и выдавливаем а кстати шайба диаметр 12 x 3 это смысле толщина 3 они три штуки их тут он как много я выдавливаю и дальше собираю я сейчас просто код один искал 10 минут то есть ты бегаешь ищешь я думаю что да еще закину себе буду через control f просто искать чтобы он не отображал где находится на какое платье иначе это превратится просто в очень долгий долгий процесс поскольку мы не в учебном заведении и свои навыки по сборке и внимание я тут прокачивать не собираюсь это все для вас пройдет совсем незаметно и по хлопку рук возможно я даже буду в другой одежде давайте посмотрим ну что друзья вот так я собрал вот этот манипулятор по времени рассчитываете на 5 часов с учетом того что пока ты разбираешься в инструкциях понимаешь где что искать потом привыкаешь из процесс сборки сильно ускоряется для того чтобы у меня ничего не разлетелось я взял вот такие контейнеры они у меня были разложил винтики отдельно ничего из пакетов доставать не надо вам нужна всегда маркировка чтобы вам всего хватило чтобы вы понимали детали идут с запасом то есть видите у меня где-то какие-то элементы остались я поскольку с акрилом умею работать это важный фактор чтобы вот эти длинные элементы не переломать вы их покачиваете и тихонечко нежно достаете там где видите что остается технологический элемент который мешает просто выпадыванию да эти элементиков вы просто берете их сами руками прямо в этих местах давить не с краю как рычаг чтоб пополам сломать а именно аккуратно пошатывая выдавливать потому что большая часть элементов у вас все-таки нет вот здесь вот смотрите на то есть у меня вот здесь треснуло на сам элемент целый остался вот чтобы выдавить я тут немножко надавил тут смотрите на просвет где у вас мешает и прямо придерживаете все даете только на этот элемент щелкнул все идем дальше чтобы не сломать каждый это я вам прям говорю что ребята вы замучаетесь их восстанавливать я не знаю как вы это сделать очень аккуратно вот выдавили положили собственно и работаем дальше хотя спасибо большое производителю что запас все-таки нам предоставить на все случаи жизни так сказать когда речь идет о подшипниках до этого такие авторопластовые шайбочки вот так они выглядят они очень скользкие если между акрилом их зажать они там так вертится имейте ввиду что вот они тут тоже есть потому что я первое время терялся далее в инструкции важно ребята важно прямо чтобы вы время не тратили вот тут допустим есть таблица вот все что есть таблицы сперва приготовьте положите перед собой чтобы быстрее это все делать а не искать инструкция такая она как бы правильно но нить это тяжелое лего нас прямо расслабил здесь тяжело тут надо соотносить одно с другим и здесь допустим написано же где вот этот элемент искать поворотные шестерни местоположение в наборе плата а набор плата это вот набор плата здесь видите буква а вырезан соответственно отсюда и выдавливают некоторые элементы они отличаются совсем чуть-чуть они бывают левые бывают правые на это обращайте внимание разбирать эту историю стремно да то есть в акрил сама этот винтик вкрутили обратно он уже так хорошо держаться не будет поэтому сперва лучше проверить чтоб лишний раз не перетянуть элемент не лопнуть в конце концов акрил лопается вообще на ура вот ну и собственно получаете удовольствие от сборки я к этому был не готов сразу скажу то есть пять часов из моей жизни просто ушло наверное кто-то делает это быстрее у меня так я среднестатистический чувак все собрал дальше сервоприводы когда будете ставить среднее положение их нужно будет подключать компу фишка в чем это надо тут короче все надо читать от буквы до буквы вы все сервоприводы я так сделал ставите среднее положение вы просто его подкидываете прямо на контакты он тут же ставит среднее положение и потом программу не закрываете там написано типа если вы привели все сделали закройте окно программ только закроет сервопривод обратно уйдет мы должны в среднем положении выставить и контакт из платы прямо выдернуть да то есть обесточить его тогда он остается в нужном нам положении если вы закрываете приложение то у вас сервопривод откатывается то состояние в котором был в прошлый раз то есть он запоминает вот поэтому я по очереди просто подтыкал среднее они вставали и все вывел среднее положение это работает таким образом ну короче если вопросы будут задавайте но в целом как бы все понятно просто надо привыкнуть такому формату инструкции вот здесь у нас есть типа сборка сложных элементов я думал это вся инструкции будет нет вот вы тут собрали эти сложные элементы потом в этой книжке как бы то же самое есть то есть когда вы дойдете до этого шага там будет просто все мельче вот но я сперва по этой бумажке все собрала потом начал короче все давайте прибираться и начнем самое интересное программирование посмотрим как работает если вообще заработает потому что кроме кого того как сервоприводы включать я больше ничего не делал если не заработает сейчас будем я не знаю еще больше времени тратить надеюсь первого раза пойдет погнали итак друзья на столе стоит манипулятор и выглядит он таким вот образом да мы его уже включили связали провода чтобы они это не требыхались увидели что плюс-минус тут двигатели работают супер все нас устраивает что по подключением windows операционка софт где берем на сайте робо интеллект сейчас покажу где плюс у вас есть такое тренировочное поле здесь все с qr-кодами короче заходите и вы точно скачаете эти же qr-коды у вас есть в инструкции все написано расписано собственно вот кроме оформления инструкции как бы все остальное прекрасно да далее что далее мы можем с вами попробовать по импо управлять давайте покажу формат и какой вопрос у меня возник а вы может быть мне в комментариях ответить то есть для того чтобы было все хорошо я включаю запись экрана вы видите что происходит быстренько зайду на сайт робо интеллект да и покажу вам раздел загрузок что вы можете качнуть прямо сейчас не покупая да вы можете уже посмотреть все инструкции если есть такая необходимость посмотреть как вы будете управлять собственно с помощью пульта управления причем вы можете видите подключить геймпад от ps и нормально тоже по управлять кроме того можете посмотреть среду блочного программирования блок ли вот ну то есть все заранее видео инструкции тут есть короче именно материала достаточное количество все вопросы если захотите приобрести у вас отпадут ну и собственно поле ноутбук стоит мы на него уже установили пульт запускаем его для вас специально запись экрана чтобы вы видели как это происходит компьютер у нас древний старый медленный поэтому по времени вот так и рассчитывайте как запустится на поле нанесены меточки мы можем кубики ставить на определенные метки и давать детям задачу допустим переместите кубик один да на кубик 12 что-то для этого сделаешь ребенок нас первоустно рассказала потом собственно и уже попробовал вживую с помощью пульта пульт это визуальный инструмент управления причем пункт вы можете поменять как я говорил уже ранее на контроллер от ps соответственно вам будет намного интереснее да и детям управлять таким вот образом мы будем с вами пользоваться мышью и собственно я вам сейчас покажу что вам пригодится при сборке вдруг вы этого не увидите в книжке то есть смотрите у нас в правом верхнем углу есть вот такие три кнопочки мы нажимаем на них и далее у нас есть больше модульное программирование режим калибровки позиционирование сервоприводов господи выговорю вот им вы будете пользоваться будете нажимать и установить среднее положение то о чем я говорил это для того чтобы из коробки сервоприводы у вас стали нужное положение и вы уже после этого только их конструкцию внедряли иначе у вас будут отклонения то есть возможно вы не сможете полностью пользоваться рукой да как положено на сколько градусов она должна поворачивать потому что вы уже часть этого пути прошли точнее сервопривод прошел поэтому изначально требуется обнулиться вот что еще есть у нас есть демо режим давайте его запустим быстренько программа 1 вы увидите что у нас при плюс-минус тут все работает манипулятор выполняет кое-какую программу причем для меня эта программа достаточно сомнительная потому что вот если бы он сейчас держал кубик он бы им его точнее таскал по полю поэтому и это странно достаточно да он давайте подкинем ну короче вот так он работает давай дружок справляйся с этим но вроде мы все собрали правильно по одной простой причине друзья потому что мы можем управлять если вы вот здесь сейчас видите принципе его возможность да то что у нас ни один двигатель не заклинивший потому что у нас с вами на нормальной скорости он работал то вот сейчас я попробую при вас прямо до сделать одну простую задачу кубик зеленый ставлю на квадратик один и попробую его с этого места переместить на цифру ну давайте он 12 и вы смотрите с какой скорость я это буду делать сперва я пользуюсь поворотом платформы нажимаю просто на кнопку и держу вот чтобы вы понимали мыши при этом скорость у нас с вами вот он бегунок видите он выставлен на максимальную здесь у нас есть индикатор такой сервоприводы находится в покое то есть это означает что сервопривод сейчас уже закончил выполнение команд вот я отпускаю он еще выполняет потому что постепенно получает информацию вы видите скорость работы да то есть вот так мы собственно и выполняем ну что друзья кайфово я вот сергей объяснял что вот этот пульт это классная история для одной простой вещи да то есть если мы сейчас захотим с вами блочно попрограммировать нам с вами нужно понимать какие значения вписывать в эту программу угроб угол поворота угол опускания какие двигатели что буду делать то есть вот сейчас когда я это делаю допустим именно пультом управления я просто на листочек должен выписать что у меня сервопривод у нас с нуля они идут до трех до нулевой это у нас платформа по моему 1 это у нас клешня потом левый и правый то есть левый и правый отвечает за подъем и опускание вот я немножко перетянул соответственно с вами заболтался возвращаю назад я вот пока понять не могу то ли это у нас тормозит из-за ноутбука то ли что потому что когда я его нулевое положение загоняю он очень быстро работает вот сейчас я вам это продемонстрирую итак друзья давайте я вам сейчас быстренько покажу что в принципе скорость работы его достаточно нормально смотреть есть у нас такая кнопка позиционировала стартовое положение смотрите вот на за ним внимательно вы видите да то есть он умеет работать быстро но вот то предыдущее здание которое я пытался выполнить он выполняет очень медленно поэтому я предлагаю сейчас поставить небольшую паузу на этом видео чтобы не растягивать его в следующий раз что мы с вами сделаем во-первых посмотрим среду программирования блок ли получимся писать самые простые программы и плюс друзья я поменяю компьютер и мы с вами снова откроем пульт управления посмотрим производительность ноутбука влияет ли да на работу с этим манипулятором если коротко сделать какой-нибудь хотя бы вывод то этот конструктор подойдет папе который со своим ребенком хочет провести достаточное количество времени или на дополнительных занятий учебных заведений где дети в целом это уже средняя школа потому что они должны быть усидчивы это ребята должны точно быть с техническим складом ума им должно нравиться вот это все собирание да это чуть легче чем на ардуино делать какой-нибудь проект потому что здесь за вас уже собрали все детальки но то что очень внимательно маленькие элементы нужно скручивать друг другом это фактор который притягивает свои сложности но отталкивает своей сложность вот так это и звучит как и слышится поэтому полностью начинку мы в следующем выпуске с вами рассмотрим плюс я очень хочу пообщаться с техподдержкой если мне не удастся решить вот этот вопрос самостоятельно что то они мне порекомендуют а я уже вам дам фидбэк и по общению и собственно по своему взаимодействию мне в целом история нравится потому что она достаточно бюджетная напоминаю что этот набор я приобрел за семь с половиной тысяч рублей но если вам понравится подобная история то есть такое же решение за 550 тысяч рублей от наших земляков это проект как вы думаете называется от промо-бот и у них уже нормальный манипулятор современный но ценит совсем другой который может делать все то же самое но сильно проще сильно лучше программирование на скретч и вот мы с вами можем даже сравнить два решения но опять же если вам понравится это видео об этом напишите в комментарии все с вами был александр канал есть вопрос пишите свои комментарии будет интересно их почитать какими решениями вы пользуетесь и какие среды программирования вы используете у себя и также не отпугнула ли вас сложность конструктивная вот такого набора до новых встреч обязательно щелкните колокольчик чтобы увидеть разобрались мы с этим набором или нет ну и пока было кто 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 Субтитры сделал DimaTorzok